Из чего готовят ячневую кашу? Какими полезными свойствами обладает ячневая крупа? Почему стоит включить в пищевой рацион ячневую кашу? Как приготовить ячневую кашу, чтобы было быстро, вкусно и полезно? Какие есть отрицательные свойства у ячневой крупы? Смотрите видео до конца и узнаете все за и против использования ячневой каши. Прежде чем перейдем к рассказу про ячневую кашу, хотим поблагодарить всех за отзывы и комментарии, которые вы оставляете после видео. Они нам очень помогают в создании новых выпусков. Если вы впервые на канале, то нажмите на красную кнопочку и станете постоянным посетителем наших видеосюжетов. Мы вас всех очень любим, именно поэтому стараемся создавать ролики, в которых есть полезные для здоровья рекомендации. Оставайтесь с нами и не болейте! Использование различных злаков при приготовлении пищи расширяет рацион и улучшает его качественный состав. Наиболее популярны, конечно, гречка и рис, овсяные хлопья и пшено. Однако стоит включать в свое меню и блюдо из ячневой крупы, которая весьма питательна и полезна. Из чего готовят ячневую кашу? Ячневую кашу, конечно, делают из ячневой крупы. А вот что такое ячневая крупа? Это измельченные, очищенные ячменные зерна. В зависимости от размеров они подразделяются на три вида и поступают на реализацию под тремя номерами. Один, два, три. Из ячменя делают еще и перловку. Однако перловка проходит еще и шлифование, поэтому в процессе обработки теряет некоторые положительные ингредиенты. Ячневая крупа несколько более богата витаминами и минералами. В составе зерен находятся следующие витамины. Витамины группы В, которые регулируют состояние нервных клеток, улучшают качество кожи, способствуют росту волос, стабилизируют многие химические реакции, происходящие в организме. Витамин А, улучшающий четкость зрения и способствующий омолаживанию клеток, повышению обмена веществ. Витамин Д, отвечающий за рост и повышение крепости костей, снижающий проявление интоксикации, помогающий при терморегуляции. Витамин ПП, стабилизирующий работу сосудов, поддерживающий нормальные цифры артериального давления. Витамин Е, так необходимый для желез внутренней секреции, оказывающий положительное воздействие на гормональный статус. Богаты ячневые зерна и микроэлементами, необходимыми для стабильной работы всего организма. В первую очередь следующими. Фосфором, который необходим для клеток головного мозга и построения костей. Цинком, влияющим на адекватность иммунного ответа. Меди, участвующий в кроветворении. Кремнием, полезным для кожи, костей и сосудов. Хромом, стабилизирующим обмен углеводов и нормализующим уровень сахара в крови. Вторым, препятствующим кариесу зубов. Бором, способным повлиять на мышечную систему и психическую деятельность. А еще в ячмене содержится молибден и магний, йод, бор и стронций, никель и кобальт. Все эти минеральные вещества играют не последнюю роль в правильном обмене веществ и присутствие их стабилизирует многие функции организма. Зерна ячневой крупы содержат клетчатку, растительный белок и углеводы. Переваривание в кишечнике происходит довольно длительно, поэтому не нарастает концентрация сахара и усваивается практически весь белок. Какими полезными свойствами обладает ячневая крупа? Такой богатый состав, включающий не только питательные вещества, но и множество ферментов и энзимов, конечно, приводит к тому, что употребление ячневой крупы стабилизирует многие функции организма. Полезные свойства можно определить следующим образом. Положительное влияние на пищеварение, нормализация деятельности пищеварительных желез, улучшение моторики желудочно-кишечного тракта, создание благоприятных условий для нормального состояния резидентной кишечной микрофлоры, улучшение работы нервной системы, оптимизация нейропсихической деятельности, положительное воздействие на память и внимание, повышение упругости кожи, воздействие на крепость ногтей, рост волос, нормализация шлаков и токсинов, нормализация обмена веществ, оказание тонизирующего влияния на сосудистую стенку, а значит нормализация сердечной деятельности и артериального давления, влияние на гормональный фон, работу эндокринных желез, способность повышать регенерацию и восстановление клеток. Таким образом, выявленные положительные качества ячневой крупы позволяют применять ее особенно у лиц пожилого возраста, отягощенных хроническими заболеваниями. Почему стоит включить в пищевой рацион ячневую кашу? Ячневую кашу следует включать в рацион хотя бы один раз в неделю, чтобы пополнить организм полезными ингредиентами, которые не всегда могут поступать с другими пищевыми продуктами. Калорийность ячневой каши не очень высокая, однако питательность достаточная. Именно поэтому полезно употреблять кашу тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Ведь применение этого блюда на завтрак позволит не задумываться о еде в течение нескольких часов, а может быть даже и до ужина. А питательная ценность велика, и организм не будет страдать от недостатка полезных веществ. Еще ячневая каша обволакивает слизистую и не дает быстро всасываться сахарам, что поддерживает постоянный уровень глюкозы в крови. Поможет ячневая каша при повышенных физических нагрузках, спортсменам, постоянно теряющим силы на тренировках, военным во время учений. Ее положительные свойства помогут молодым людям в подростковом периоде преодолеть гормональную перестройку и улучшить состояние кожи. Но пожилым людям использование каши принесет оздоравливающий и омолаживающий эффект. Как приготовить ячневую кашу, чтобы было быстро, вкусно и полезно? Рецептов приготовления ячневой каши много, как, впрочем, и любых других кулинарных рецептов. Давайте остановимся на пяти следующих. Первый. Очень простой и подходит особенно для завтрака. Приготовление молочной ячневой каши. Для него понадобится ячневая крупа, молоко, соль и сливочное масло. Для приготовления на четырех человек следует вскипятить 800 мл молока. Когда оно закипит, убавить огонь и высыпать, помешивая, стакан ячневой крупы. Помешать, посолить и варить до готовности на маленьком огне 30-40 минут. Периодически надо помешивать, чтобы не пригорало. В готовую кашу положить сливочное масло. Второй. Ячневая каша в качестве гарнира. Она подойдет для мяса и птицы, овощей и грибов. Для приготовления следует подготовить крупу, перебрать и помыть ее. Далее положить в кастрюлю с толстым дном два стакана подготовленной крупы. Залить четырьмя стаканами кипятка и варить до готовности 20-25 минут. Не мешать, добавить соль и растительное масло. Третий. Запеканка из ячневой каши. Очень вкусное и полезное блюдо, оригинальное, готовится быстро. Стакан крупы, очищенный от примесей, залить водой примерно 300 мл и довести до кипения. Проварить 20 минут, посолить по вкусу. В полученную кашу положить кусочек масла и посыпать сахаром примерно 4-5 столовых ложек. Отдельно надо взбить вилкой одно яйцо со 100 мл молока, потом полученную смесь вылить в кашу. Промытый изюм в количестве 2-3 столовых ложек положить в кашу, все перемешать, переложить в форму для запекания и готовить в духовке 30 минут, пока не появится аппетитная корочка. Четвертый. Ячневая каша с тыквой. Вскипятить пол-литра молока. Всыпать 100 г подготовленной крупы, варить до полуготовности. Потом добавить примерно 200 г натертой натерке тыквы. Соль, сахар по вкусу и варить до готовности. На маленьком огне перед подачей на стол положить сливочное масло. Пятый. Ячневая каша с творогом, получается как запеканка. Надо сварить полстакана ячневой крупы в кипятке, из расчета полтора стакана. В отваренную крупу положить 3 стакана творога и 1 стакан сметаны. Все перемешать, посолить по вкусу и еще раз перемешать. Глубокую сковороду или форму для запекания смазать сливочным маслом и выложить туда подготовленную смесь. Запекать в духовке до готовности 30-40 минут. Конечно, полезных качеств и свойств у ячневой каши много, но есть и противопоказания к ее применению. Какие есть отрицательные свойства у ячневой крупы? Не всегда можно употреблять ячневую кашу, либо следует использовать ее достаточно редко, например, один раз в две недели. Считается, что при беременности она может спровоцировать преждевременные роды и выкидыш. Не надо применять этот продукт при пищевой непереносимости, наличии аллергии на ячмень и плохой усваиваемости глютена. Может оказаться тяжелой пищей при обострении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, поражении печени и поджелудочной железы. Как видите, противопоказаний не так уже много. Однако стоит сначала провести пробное приготовление и приготовить небольшую порцию продукта, чтобы узнать переносимость нового для организма вида пищи. Не стоит есть большими объемами, как и во всем должна быть умеренность.